МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Администрации города Андрей Лисицкий вместе с руководителями предприятий сферы городского хозяйства и депутатами городской думы провел смотр спецтехники, предназначенной для уборки дорог от снега в зимний период. Показательные выступления техники прошли на территории предприятия спецавтохозяйства. Новая техника прибыла на территорию спецавтохозяйства задолго до приезда проверяющих. Для демонстрации ее возможностей была выделена центральная часть двора. Здесь выстроились практически новенькие – 8 комбинированных дорожных машин КАМАЗ и 5 погрузчиков. Все они были приобретены в прошлом году в лизинг. Отсутствие снега после приобретения техники в конце минувшей зимы не позволило в полной мере убедиться в том, насколько она производительна. Но уже скоро такая возможность и у коммунальщиков, и у горожан, скорее всего, появится. А пока таганрухские журналисты и блогеры скучали в ожидании проверяющих, рабочие спецавтохозяйства решили их развлечь, показав обратную сторону медали. Оказывается, на заднем дворе предприятия стоит другая техника – убитая и, по-видимому, никому не нужная. Среди всей этой рухляди еще более или менее выглядели старые КАМАЗы, которые еще в прошлом году пытались чистить город от снега. В этом году для их восстановления требуются серьезные средства, но их, похоже, пока нет. Да и сама атмосфера на предбанкротном предприятии далеко не радужная. Об этом невзирая на лица, рассказывали сами рабочие спецавтохозяйства. И не дают лицензию нам на работу, ничего не дают. 90 лет СААФ приносил доход, стал нерентабельным. А сколько задолженность по зарплатам? Полгода зарплата. Полгода задолженность. Еще с людьми поговорить, я вам много расскажу. Про любого расскажу. Уже не хватает терпения. А кто виноват? Экоград? Забрали бизнес. Экоград, Экогород, судебные дела. Ромашов развалил тут все. Возьмите, в прокуратуре есть дела, все есть. Я простой рабочий. Я на слова говорю. А есть документы. Пускай руководство поговорит с нашим Сергеем Юрьевичем Бородиным, главбухшей, с руководителями спецхозяйства, которые остались старые. Они все расскажут. Дайте нам директора. Забегая вперед, скажу, что в конце смотра новой техники главе администрации города Андрею Лисицкому удалось пообщаться с рабочими. По результатам он дал поручение своему заму Алексею Махову разобраться с проблемой и пообещал коллективу в ближайшем будущем личную встречу. Возвращаясь к смотру новой техники, прибывший глава администрации, похоже, остался доволен увиденным. Комментируя итоги смотра, Андрей Лисицкий отметил, что в случае выпадения обильных осадков, в первую очередь, в соответствии с законодательством и потребностями жителей, будут чиститься магистральные дороги, центральные проезды, Бакинский мост и так далее, чтобы избежать аварийных ситуаций, заторов и исключить угрозу жизнеобеспечения города. Андрей Лисицкий прокомментировал, что техника является муниципальной и по договору передана МУП Управления Водоканал, которая выиграла котировку на проведение снегоуборочных работ. Сейчас на территории этого предприятия организована диспетчерская, где будут осуществляться круглосуточные дежурства и после выпадения осадков техника приступит к работе. Также на территории водоканала находится запас песко-соляной смеси, рассчитанный на 30 дней. В дальнейшем запасы будут обновляться по мере необходимости. Что касается старой техники, имеющейся в арсенале муниципальных предприятий, то в ближайшее время будет дана оценка возможности ее эксплуатации. По мнению Андрея Лисицкого, имеющегося количества единиц техники для города достаточно. В Политехническом музее Технологического института Южного федерального университета часто проходят интересные вечера, встречи, концерты. На днях здесь состоялась встреча с человеком трудной судьбы, незаурядным спортсменом, нашим земляком Сергеем Бурлаковым. Все подробности о том, как это было в нашем следующем материале. Директор Политехнического музея Олег Набоков знакомил известного таганрожца Сергея Бурлакова с наиболее ценными экспонатами музейной экспозиции. Встреча с Сергеем Бурлаковым, человеком незаурядным, стойким и мужественным, проходит в преддверии декады инвалидов. Он был в армии, ему было 19 лет пареньку, и этот паренек практически служил в Забайкальском военном округе над Таганрожей, сегодня ему уже 45 лет. И однажды в одном из, так сказать, проходящих событий в армии он ехал, завалился грузовик непосредственно у Азик и упал с 15 метров в стык. Шофер, который с ним ехал, испугался, убежал, думал, что он уже мертвый. Повторил поддых, море силы, но у него хоть были руки. На встречу с известным параолимпийцем Сергеем Бурлаковым пришли студенты Технологического института ЮФУ. Сергей Бурлаков по натуре человек очень скромный и даже застенчивый. Он говорит, что такие встречи для него тоже важны, хотя график его расписан на месяцы вперед. В этом году, вот я принес просто за этот год медали, ну я не знаю, там, наверное, штук... Так, а сколько у меня стартов? 14 стартов, там 14 или 15 медалей. Вот, я уже даже сам, я их не считаю, я их в коробочку складываю и они лежат. Я вот коробочку за этот год принес. Что дает эта встреча? А эта встреча дает то понимание, наверное, того, что я делаю все, наверное, где-то правильно. Что это кому-то интересно. И, знаете как, время собирать и время разбрасывать камни. Вот я бы хотел рассказать о том, что, что такое немножко жизнь в моем понимании, на своем личном опыте. И чтобы ребята, кто это все услышит, через призму своего «я» пропустили и жили по той формуле, которую они сами для себя нарисуют. Не секрет, что у нашей молодежи сегодня нет идеалов. Образцы для подражания в интернете, на телеэкранах предлагаются по час весьма сомнительные. И встреча с таким человеком, как Сергей Бурлаков, настоящим гражданином, человеком большого мужества и стойкости, думается надолго запомниться этим студентам. Жизнь долгая. И такие удивительные примеры настоящего героизма встречаются сегодня не так часто. Центральная городская публичная библиотека имени Антона Павловича Чехова и Таганрогское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» пригласили горожан на литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню матери. Он назывался «Мама». Звучит как поэма, как песня. Организаторы праздника Чеховская библиотека и «Боевое братство» Таганрога пригласили в этот день самых уважаемых гостей, матерей, чьи сыновья сложили головы в горячих точках Афганистана и Чечни. Праздник этот еще молодой, традиции празднования и всенародной любви он еще не приобрел, но хочется верить, что он станет поистине любимым, почитаемым и святым. К сожалению, и поводов для грусти у матерей, у неравнодушных граждан нашего города все еще немало. Я низко склоняю голову Филиппа. Мы теряем себя, чьи люди, которые вырастили своих сыновей и потеряли их в этих ненужных войнах. Ну, я скажу так, что немногие идут навстречу в нашем правительстве. Как ни странно, некоторые вопросы, которые остро и на виду стоят на протяжении уже пяти лет, не можем решить. Хотя в доме у нас, в государственном, шесть человек депутатов. То есть многие еще вопросы, ряд вопросов не можем решить. Хотелось бы, конечно, чтобы люди прочувствовали, что такое эта беда. Но, к сожалению, пока она никого не клюнула, до конца не могут. В том числе и наша администрация. Для всех собравшихся был подготовлен концерт силами музыкальной школы имени Черековского, Центра внешкольной работы, Дома творчества и других организаций и кружков города. Женщина, все победила она. Боль и разлуку, и смерть, и усталость. Девушка, мать и сестра, и жена. Сколько ей горе и счастья досталось. Благословен день матери святой, и ничего не нужно ей на свете. Только б не было в мире войны, только б счастливы были дети. Много лет директор художественной школы имени Блонской Людмила Прытова занимается изготовлением авторской куклы. За эти годы увлечение переросло в нечто большее. Она стала учить своих подопечных делать куклы. Каждое детище юных художников закончены образ с детальными проработками. Пришло время, и работы учеников составили выставку, в которой нашлось и название «Куклы так похожи на людей». Куклы – это маленькая ниточка, которая связывает нас с далеким детством. Авторские куклы – это уникальное художественное произведение. Каждая деталь, будто одежда или миниатюрные аксессуары, продуманы до мелочей. Они являются составляющей, частью цельного образа. Автор, в данном случае это юный художник, наделяет ее характером и определяет судьбу куклы. Судьба этих творений – участвовать в городском вернисаже. В первую очередь хочу сказать, что для меня и для всех участников сегодняшней выставки это радостное и волнительное событие, так как впервые мы выставляем свои работы. Я говорю «мы», потому что это я, преподаватель, и мои ученики. Это ученики выпускного 7-го А-класса детской художественной школы имени Блонской. Наша выставка называется «Куклы так похожи на людей». Когда созревал замысел, какую взять тематику, что сейчас модно, что сейчас интересно детям, что интересно молодежи. Было много предложений. Я, в первую очередь, как преподаватель, всегда прислушиваюсь, что хотят дети, что им сейчас интересно и близко. Поговорив о том, что сейчас смотрят наши учащиеся, что они читают, мы подумали и все-таки вместе пришли к тому, что всегда было интересным, как в классическом искусстве, так и сейчас в современном, вернуться к теме профессии. Мы работали, на самом деле, очень долго над этими куклами, так как это не просто группа для занятий по изготовлению авторской куклы. Это все происходило в рамках школьной программы. То есть мои ученики, так же, как и, собственно, вся школа, обучаются всем предметам и рисунку, и живописи, и композиции. И в рамках занятий по декоративной композиции я решила применить свою авторскую программу именно по созданию авторской куклы. Все сделанное вручную несет на себе отпечаток личности автора. Кто-то решил создать образ охотника, подсмотрев этот человеческий тип среди своих знакомых. Кто-то увидел интересный типаж на улочках Таганрога. Моя первая работа сделала еще, начали прошлой зимой, ближе к весне, в феврале. Сделана из самозатвердевающей пасты для моделирования, Джови. Также включает в себя попьемаше и пеноплекс. А клоуна как-то зовут? Василий. Скульптуру я делал около полугода. Мне помогал учитель Людмила Юрьевна. Решил выбрать охотника, так как это более-менее разнообразно. Образ охотника, ну как бы, мне больше понравился, что ли. Кто-то же должен был делать. Выражение лица, у него, ну как бы, удивление или как бы бдительность. Как бы, нужно же смотреть постоянно, что происходит на охоте. Это мех натуральный. Юбка, юбка обычная. Свитер тоже из свитера обыкновенного сделанного. Каркас делается попьемаше, это все обрезается, придается форма, ну а потом уже все это обклеивать специальной глиной. Она высыхает, ее покрываешь сначала акриловыми красками, а потом покрываешь лаком. И получается, вот, окрасишь ее и все. Каждый художник, создающий авторскую куклу, хочет, чтобы зрители оценили его работу. Посетители выставки подолгу рассматривали творения учеников художественной школы. Перед их взором открылась целая галерея разнообразных персонажей. Это сказочные современные герои, загадочные красавицы, незадачливые рыбачки, клоуны, невесты, различный городской люд. Все, кто пришел на выставку, поняли главное. В художественной школе преподают талантливые педагоги, увлеченные своей работой, способные пробудить в душе ребенка желание творить, чтобы сделать наш мир прекраснее и добрее. В библиотеке имени Чехова состоялось открытие первой персональной выставки таганрогской художницы Лианы Давтян. Вернисаж называется «Настроение». На нем были представлены как работы самого мастера, заведующей отделением таганрогской школы искусств Лианы Давтян, так и ее учеников. Представляя художницу Элину Давтян, зав. выставочным залом Чеховской библиотеки Оксана Сербина отметила, что творчество ее питала родная Армения, любимая Грузия и, конечно, Донской край. Для меня это всегда было загадкой, как можно нарисовать тот мгновение, которое взгляд свой увидел и сразу запечатлел. Для меня это всегда было тайной за семи печатями. Никогда в жизни мне не удавалось рисовать, хотя все время хотелось. Судьба сложилась так, что я стал музыкантом, но полагаю так, что все, к чему прикасается рука мастера, все обретает новые краски и новое значение. Мы видим вокруг себя прекрасные работы. Работы художницы характеризуют ее творчество за последние годы. Здесь гармонично сочетается академическая школа и непосредственность восприятия. В палитре красок Леон Давтян в это время года преобладает теплые тона. Красный, охристый, желтый, коричневый. Большая часть работ написана самим преподавателем, и лишь небольшая часть выполненная учениками. Полевой букет в Азии, фрукты на столе, горы Родины, из луч на дона в лучах солнца экспозиция учит наблюдать и познавать окружающий мир. Вы знаете, тут как бы смешанные стили влияют на мой собственный стиль, потому что то, что я люблю, мне нравится, допустим, и в импрессионизме, и в модернизме, и вместе все это, все то, что мы впитываем в себя во время учебы, и вообще за всю свою жизнь, и нечто свое рождается, когда ты подходишь к палату, но ты не знаешь, что в каком стиле напишешь. Оно рождается и пишется, просто ты понимаешь. Вот так вот, да. Я считаю, что каждая выставка дает возможность увидеть новую полосу жизни, новый период, поэтому это дает как бы стимул для следующих работ. И я решила представить также работы своих учеников. Здесь работы выпускников, нескольких выпускников, которые поступили в ВУЗы, и две работы двух детей из группы с ограниченными возможностями. Знакомство с данной выставкой, безусловно, будет интересно как широкому кругу любителей изобразительного искусства, так и специалистам, поскольку представляют редкую возможность заглянуть в закрытую творческую лабораторию педагога, понять таинственный процесс зарождения большого мастерства. На этом наш информационный выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи!